Друзья, всем привет! За моей спиной стадион Чайка. И обычно здесь свои тренировки проводят футбольный клуб Факел. Но сегодня другой день. И здесь запланирован товарищеский матч. Я бы даже сказал дружеский спарринг между основой Факела и Факелом М. И когда появилась информация об этом матче, я сразу же задался вопросом. А что такое вообще МФЛ? И какие есть перспективы у ребят, которые играют в молодежной футбольной лиге? И чтобы ответить на эти и ряд других вопросов, я решил поговорить с болельщиками, которые придут сегодня на стадион. Также непосредственно с участниками матча и с его организаторами. И первый вопрос, который меня волновал, а знают ли вообще люди, что такое МФЛ? Зачем нужны молодежные клубы и молодежная лига? Об МФЛ знаю, что она не так давно появилась. Там была какая-то реформа, система другая. Слежу за нашей молодежкой. Видел она в своей подгруппе, где-то в лидерах. Сейчас же разделение на две подгруппы. Поддерживаю ребят, болею. Вот, в принципе, все, что я знаю. МФЛ – это молодежная футбольная лига, которую клубы РПЛ и некоторые другие клубы, которые участвуют в этом соревновании, такие как Кубань, которая при этом членом РПЛ не является. Это отличная площадка для обкатки молодежи. Ребята в определенной возрастной категории там выступают. Это те, кто уже переросли уровень ЮФЛ, но не дотягивают до уровня РПЛ. Но при этом надо отметить, что многие из футболистов, которые начинали этот сезон в МФЛ, именно они переходят уже в первые команды клубов и получают игровую практику там. А МФЛ – молодежная футбольная лига, не путать с медийной футбольной лигой, хотя интерес к последней, он такой более широкий. Но это, как мне кажется, замена турнира дублеров, который был раньше. Он такая некоторая другая интерпретация вот этого турнира команд, где очень и очень молодые футболисты, причем там есть, насколько я знаю, правила трех легионеров, можно трех взрослых игроков туда заявлять за командой. Поэтому просто турнир молодых парней из клубов РПЛ. В МФЛ ты можешь себя чувствовать прекрасно. Например, Матвей Вахнов, который выступает сейчас за факел, он был лучшим бомбардиром этой молодежной футбольной лиги. И потом, выйдя из нее, а я напомню, он за Динамо играл, себя на взрослом футболе еще до сих пор на уровне взрослого футбола себя ищет. Поэтому вот еще, если бы какой-то турнир там после МФЛ был бы, и надеюсь, он появится когда-то, то было бы вообще супер. А так пусть молодые играют, все классно. Здесь ребята соревнуются с игроками своего возраста. Вот в этом есть как плюсы, так и минусы. Возможно, можно было добавить несколько старших ребят. Это есть в регламенте, но мало кто этим пользуется. В основном все играют тем возрастом, который заявлен, Ю-19. Поэтому парни соревнуются в своей среде. Им нужно выходить из зоны комфорта. Им нужно соревноваться уже с взрослыми ребятами. И, возможно, если бы там чемпионат У-21 или У-23, следующий этап, это, наверное, была бы еще одна ступень. Потому что на сегодняшний день все-таки большой разрыв между главными командами и молодежными командами. Потому что в молодежной команде играют все-таки совсем молодые ребята. Поэтому им тяжело сразу шагнуть туда. И нужен какой-то еще промежуточный этап. Это проводится все под эгидой РФС. По регламенту, что команды высшей лиги обязаны иметь команду в молодежной лиге. Раньше назывался турнир дублеров. Я считаю, конечно, это правильно, что молодые парни, приходя с академии, кто-то проявляет себя, он попадает, соответственно, дальше в молодежку. И парни должны играть на таком уровне. Все-таки им в 18 лет, они должны проявлять себя. Не только там на первенство своего города, но ездить по другим городам. Конкурировать с более сильными командами, более сильными академиями, проявлять себя. Также там ведется селекционная работа. Кто там перспективнее, там кого-то замечают, приглашают другие клубы. Это как бы очень хорошо. И дай бог, чтобы дальше это продолжалось. На мой взгляд, очень важный вопрос, который меня волновал. А какие вообще перспективы есть у футболистов, которые играют в молодежной футбольной лиге? Ну, все зависит, наверное, от клуба. Я думаю, что в «Факеле» перспективы хорошие, потому что бюджет небольшой. И есть большая возможность перейти с молодежной команды в основную. Какие? Знаешь, там просто вот, например, если... Давай на примере «Факел». Да, вот мы в Воронеже сейчас находимся, за нашей спиной играет «Факел». И когда «Факел» играл в футбольной национальной лиге, у них была вторая команда. И вторая команда, где те же самые молодые игроки были, плюс опытные, там, несколько футболистов, они играли во втором дивизионе. У них была команда «Факел» М, которая выступала во втором дивизионе. Сейчас они играют в РПЛ, и для них есть вот это МФЛ. И там играют очень молодые парни. А опытных вообще нет. Поэтому, не знаю, это такая история неоднозначная. Потому что во втором дивизионе, наверное, опыта они получали чуть больше и чуть быстрее. Поэтому... У нас, в принципе, я хочу сказать, что у нас очень четкая, скажем так, лестница футбольная. Футбольный лифт, я бы даже сказал, потому что работает он очень стремительно. Это Академия. Академия – это юношеские турниры. Плюс уже, получается, у трех команд в этом сезоне будет участие в ЮФЛ. Это 2007 год рождения, 2008 год рождения. И девочки впервые сыграют в ЮФЛ. Это для них будет... Ну, собственно, ЮФЛ – это для всех скачок в развитии. Вот, следующая ступенька – это МФЛ. Выпускники Академии получают шанс заиграть в МФЛ. Дальше уже первая команда. Вот у нас на сбор в Турции, например, работали из представителей молодежки и вратарь Влад Калиничев, и нападающий Богдан Кондрамашин, и Киршов, опять же, Никита, о котором я уже говорил. Вот это те парни, которые получили свой шанс. В прошлом сезоне у нас тоже то же самое было. То есть в Турции работали и Батищев нападающий, и Неплюев там был, и Тимур Бабенков, если я не ошибаюсь. Ну, словом, очень активно клуб работает именно с молодежью, потому что мы понимаем, что именно это наше будущее. Я думаю, прежде всего, от них зависит. Каждый пример – это индивидуальный пример. Кто-то попадет в футбол, кто-то, может быть, не попадет. Хотя я, особенно нашим ребятам, желаю только всего самого наилучшего. И надеюсь, вот как раз-таки МФЛ поможет каждому человеку играть на самом высшем уровне. С Академии, попадая в дубль факела, ребята должны понимать, что у них есть шанс оказаться в главной команде. И по примеру этого года, и даже позапрошлых, это показывает, что в основной команде смотрит, наблюдает за молодежкой. Подтягивает даже уже к тренировкам основного состава. Это как бы дорогого стоит. И так, что даже на сборы факел играл, там выходили ребята и проявляли себя. И другие, соответственно, видят, что да, у них есть шанс. Они работают еще там в двойной силе. Это классно, у них хорошие условия, прекрасные поля, хорошие тренеры. Дай бог, чтобы это именно в Воронеже дубль всегда оставался и играл именно в МФЛ. Дай бог, даже если создадут еще дубль факела, как он играл во второй лиге, чтобы ребята переходили уже в более-более взрослый футбол. Потому что это классно, когда есть такие условия. Я думаю, что у каждого игрока свой путь. Кто-то может быть готов, суперталантлив и готов сделать этот шаг и зайти в главную команду. Но все-таки, наверное, это единицы и большинство. Это только начальный этап перехода из детско-юношеского во взрослый футбол. Мы называем это молодежный футбол, но это такая ступень перехода. Поэтому я думаю, что здесь у каждого своя дорога. И ребятам еще предстоит большой путь для того, чтобы попасть в команду премьер-лиги. И молодежная футбольная лига только, скажем так, закладывает фундамент этого перехода. А дальше уже все зависит от них. Молодежная футбольная лига мне дает, я считаю, ступеньку вперед к моей карьере. Это как небольшой подъем, чтобы зацепиться за большой футбол. То есть я должен себя сначала проверить в молодежной лиге, потом должен себя проверить в другой лиге. Тогда я стану лучше и сильнее. Я стараюсь подходить к каждой тренировке и каждой игре с максимальной самодачей. Тренировка требует от себя максимальных действий, правильных действий. Всегда стараться побеждать, чтобы был бы его дух. А что будет дальше, я не знаю, только верю в лучшее, надеюсь на лучшее и работаю каждый день над собой. Знаете, следующий вопрос, который пришел мне в голову. А есть ли реально факель М, игроки, которые могут претендовать на основу в какое-то ближайшее время? Слушай, ну мне очень понравился Богдан Кондромашин на сборах. Прям пацан реально наглый, пацан техничный, умный. Поэтому я думаю, что он первый кандидат. Перспективные игроки в команде, ну да, ребята, я отвечу, конечно, есть перспективные. Но по моим правилам, как я всю жизнь в футболе анализирую, что-то еще, я никогда не буду говорить имена и фамилии. Пусть ребята работают, это самое главное. У них есть шанс оказаться в главной команде, в родном городе и показать, что мы на многое способны. Пускай работают, перспективные есть, на самом деле. Им главное не останавливаться в своем начинании и продолжать работать в том же духе. Ну, Дуровских подписал контракт, да, с Основой. Вот Кондромашин был на сборах с основным составом. Хотя сегодня я его, кстати, не вижу, что-то случилось с Богданом. Он что-то в последнее время не играл. Ну, вот, наверное, я Кондромашин отмечу, потому что он и в прошлой части сезона так там забил 8 мячей. И поэтому он поехал на сбор с Основой. Он один из явных кандидатов на то, чтобы его привлекали к играм с основной командой. Еще и Денис Шипилов выходец из молодежки. Ну и, наверное, пока все. Остальные ребята еще, еще им нужно работать. Уже отмечал Никита Юршов. Мне прям очень нравится, как он на сборах себя проявлял. Славы Даровских, кретини у нас нападающие молодежки. У футболистов важно играть. Играть по 90 минут. Не находиться в команде премьер-лиги и выходить на 5 минут. И как бы думать, да, что ты в команде премьер-лиги. Лучше играть на уровень или на 2 ниже, но играть постоянно. Вот это самое важное для них. Да, в нашей команде есть игроки, которые могут претендовать на повышение в классе, но им предстоит еще огромный объем работы. И, в общем-то, ну что они и делают. Я уверен, что это случится в ближайшем будущем, скажем так. Еще мне стало интересно, а что будет, если футболистам из молодежки, например, предложат контракт в ФНЛ? Готовы ли будут тренеры отпустить перспективных молодых футболистов? Да и вообще, готовы ли сами игроки будут к такому переходу? Я не знаю, но я хочу продолжить свою карьеру, конечно же, в факеле. Но там, как говорится, время покажет. Мне главное работать над собой все равно. Я откуда знаю, что все равно будет завтра, после завтра. Мне главное максимально отдаваться своему делу и с сердцем это все делать. Это, естественно, не мое решение будет. 100% это решение руководства клуба. Конечно, будем обсуждать. И главный критерий, еще раз повторюсь, главный критерий того, чтобы игрок играл. Играл как можно больше игрового времени. И если мы будем понимать, что там люди заинтересованы, и он может там играть в стартом составе и набираться опыта, то, конечно же, это произойдет. Ну и в завершение я решил поинтересоваться. А нет ли вообще опасения, что многие из молодежки просто не заиграют на высоком уровне? И все это было зря? Ну и, конечно, все не находят клубы. И даже если, опять же, мы будем смотреть любой клуб, неважно, там будет это Локомотив, там Динамо, ЦСКА, Спартак или Факел, очень большая текучесть состава внутри молодежного. Суть-то в том, что МФЛ это турнир для команд РПЛ, а там очень высокий уровень. И чтобы ты прям вот из молодежного футбола сразу попал в команду РПЛ, и с тобой подписали контракт, ты еще на поле выходил, это надо быть прям очень сильным футболистом, а таких футболистов единица. А куда деваться всем остальным парням? Ну ехать во второй дивизион, там играть где-нибудь, может, на КФК. Я знаю вот парней, которые из Факела М, несколько сразу футболистов перешли в Нововоронежский АТОМ, потому что вот недавно снимал про них сюжет. Там сразу несколько футболистов, которые в прошлом году играли за молодежь Факела, теперь играют на КФК. То есть третий дивизион, четвертый по силе в России, вот тебе и пожалуйста. Ну, мне кажется, немного футболистов попадают в основу, прям очень. У меня нет цифр, но я думаю единицы. Ну, мысли такие не возникают, но если что, вдруг я не пропаду, потому что я из-за рабочей крестьянской семьи буду что-то делать. Но у меня цель только план А, это только вот играть в футбол, отдаваться полностью, полностью посвящать себе с утра до вечера, то есть на поле, на поле, учеба-поле, учеба-поле. Статистики у меня нет. Мы понимаем прекрасно, что в одной команде плюс-минус до самого высокого уровня добираются единицы. Но сейчас структура соревнований в России, благодаря руководству Российского футбольного союза, выстроена таким образом, что я думаю, что этот процент будет расти. Потому что все-таки, начиная с UFL 3, ребята заходят в полноценный чемпионат с игрой дома, игрой на выезде, это выездные матчи, это проживание в гостиницах и так далее, это все их уже готовят к профессиональному футболу. Плюс, естественно, качественные соревнования, чего, на мой взгляд, раньше не хватало. Поэтому я думаю, что эта история будет развиваться благодаря вот этим реформам, которые сейчас есть. И молодежная лига – это, так скажем так, финальная стадия их игры в молодежном футболе. Дальше они должны переходить в более взрослый футбол, в более конкурентную среду.